Полный вперед! Добрый день, дорогие друзья! И сегодня мы возьмем еще одну практику. Практику обалденную, одну из моих очень любимых. Почему она и зачем она? Мне очень часто задают вопросы люди, которые спрашивают, ну вот я ничего не чувствую, я вот такой деревянный, ничего не чувствую. Люди говорят об энергиях, не чувствую я эту энергию. Люди говорят о каких-то тонких материях, не чувствую, не вижу, нет у меня никаких ощущений. И все это придумано, все это программа ума. И я понимаю, что человек напряжен, человек зажат. Очень сильно, особенно когда мышцы там забиты, закачаны, либо вот напряжение у человека вообще не сходит. Иногда бывает напряжение психического плана. Человек находится, например, на работе под очень сильным давлением. И реально он доживает до конца недели, еле-еле. И в конце недели очень многие белорусские семьи вечером, в пятницу заходят в виноводочный магазин или большой гипермаркет, у кого как финансы позволяют, где как красиво что покупать. И в зависимости от своего кошелька приобретает алкоголь. Это может быть пиво, это может быть вино, это может быть водка, коньяк, виски. И все, что хотите. И вечером, вот я же не алкоголик, но я же по чуть-чуть наворачиваю. На самом деле вот это тихое пьянство в нашей стране меня очень сильно удивляет, потому что я его вижу много. Я его вижу, так как сама живу в многоэтажном доме на данный момент. Вот. И я понимаю, что человеку надо как-то сбросить груз этого напряжения. С одной стороны, это обычному обывателю даже, кто не интересуется экстрасенсорикой. А с другой стороны, тем, кто интересуется экстрасенсорикой, ну бывает такое, да, забитые мышцы человек ничего не чувствует. И тогда есть разные приемы. Все-таки к самым эффективным приемам развития сверхчувственного восприятия именно физического плана, физического плана. Я отношу метод Бронникова, упражнение хорошее, либо же Институт психотехник США, их техники, да. То есть это все идентичные вещи. Вот. Но с другой стороны, ну вот человек не хочет сейчас заниматься никакой энергетикой, ничем, ему надо просто расслабиться. Так вот просто расслабиться. Что делаем? У каждого дома сегодня есть ванна. Ну, я не знаю тех, у кого бы не было. Может где-то в деревнях. И то даже в деревнях сегодня у людей есть в бане ванна. Человек набирает ванну воды. Теплой, комфортной. Даже чуть-чуть горячковатой. Не обязательно туда добавлять пену какую-то, вы можете добавить. Не обязательно добавлять ароматические масла, но вы можете их туда добавить. Я обычно добавляю туда настойку грецкого ореха, листьев грецкого ореха, да. В силу того, что он у меня растет и свободный доступ. Можно добавить череду. Можно добавить еще какие-то травы, те, которые вам нравятся, их воздействие на кожу. Заварили, влили, вода теплая, комфортная, запах приятный, воздействие на кожу вам нравится, вам все должно нравиться. И вы ложитесь в эту ванну. Ванна наполняется где-то так, ну так, чтобы вы легли по шейку. И лежите какое-то время, прогреваетесь. Получаете удовольствие. Удовольствие от комфортного тепла. И в какой-то момент, минут 20 проходит, да, вы уже нагрелись, вам хорошо, вода потихоньку остывает. Вот. И вы аккуратненько, аккуратненько, пальчиками ножик раз, и выдергиваете пробочку. Можно не до конца, а чуть-чуть, чтобы вода сливалась медленно. И вот ваша задача в это время, можно лечь, закрыв глаза, будет эффективнее. Но если все-таки вы рассматриваете это как тренировку, то открыв глаза, привыкаем жить в материальном мире. Потому что все остальное, связанное с трансом, у нас идет на открытых глазах. И тренироваться лучше сразу так. Вот. Ваше дело, все внимание распределить по своему телу. Охватить как можно больше площадь, как можно больше точек. И чувствовать, как вода плавно смещается и стекает вниз. В это время можно послать мыслеобраз, что вместе со стекающей водой с вас стекает и уходит весь негатив, который вы приобрели за это время. Все воздействия, все влияния, все зацепы, все какие угодно продавливания, все это с вас уходит. Можете туда и болезни отправить. И все. Чем в большем состоянии веры вы будете находиться, тем больше расслабится и отпустит все негативное ваша психика. Вот вы лежите и наблюдаете. Наблюдаете шаг за шагом. Вы не переключаетесь на те мысли, которые пытаются прийти в голову. Вы их тоже наблюдаете. Наблюдаете и отпускаете. Они сразу уходят. Вы полностью расконцентрированы на большой поверхности вашего тела, на ощущениях. Вы погружаетесь вовнутрь. И уже когда вода будет стекать к низу, вам очень сильно будет хотеться закрыть глаза. Сможете остаться с открытыми великолепно. Захочется закрыть – закройте. Вода уходит, стекает. И вы почувствуете, насколько расслаблены мышцы вашего тела. Насколько расслаблена ваша психика. Насколько глубоко вы погружены в измененное состояние сознания. В это время просьба. Не включайте музыку. И не включайте какие-то книжки, которые сейчас модно слушать. Почему? Потому что в это время ваша внушаемость будет настолько повышенной, что практически все, что вы услышите, ляжет в подсознание напрямую. Поэтому делать это я рекомендую в полной тишине, чтобы вас никто не дергал, не отвлекал. Потом потихоньку собрались, вышли. Очень хорошо после этого лечь спать. Или еще лучше сесть в медитативную практику. Совместите ее с практиками. Когда вы можете уже сегодня, исходя из тех роликов, что мы записали, например, разговаривать с подсознанием другого человека. Либо-либо-либо. Практик на самом деле очень много. Можно отработать какие-то свои программы, задать вопросы. А что же мне мешает в первую очередь жить? Посмотреть на какую-то свою ситуацию под углом. Но если вы садитесь в медитативную практику, то вы садитесь, а не ложитесь. То есть у вас должна быть обязательно прямая спина, и вы должны сидеть. В противном случае вы рубанетесь и заснете. Вот. В случае, если вы все-таки решили просто лечь, поспать и отдохнуть после рабочей недели, это тоже прекрасно. Потому что ваше тело сразу же перейдет в режим самовосстановления ваших ресурсов физического здоровья. Тело будет восстанавливаться точно так же, как и психика. Это очень прекрасно сказывается на вашем здоровье. Единственное но. Если вдруг у человека есть состояние, когда есть риск, например, наступления инфаркта, инсульта, конечно, горячие ванны тогда ему противопоказаны. Либо у человека есть риск получить какое-то кровотечение. Либо-либо. То есть есть медицинские показания, которые осложняют и делают эту практику невозможной. Потому что, вы сами понимаете, достаточно сильно теплая, я не говорю горячая, сильно теплая вода и длительное пребывание в таком вот варианте – это нагрузка на сердце. Ну вот как бы на сегодня все. Попробуйте. У кого не получается с расстранцовкой, те, кто кричат, что они не могут сбросить напряжение, или они вообще ничего не чувствуют. Ну, сделайте это 10 раз и посмотрим, как вы будете чувствовать, как разовьется ваше сомномбулическое состояние, склонность к сомномбулизму и так далее. Это великолепная простая техника, которая дает вам вот такие прекрасные бонусы в жизни. С вами была я, Наталья Зайцева. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!